Продолжение следует... И в эфире Вин-Вин-Зум номер 532. Тема сегодня «Хозяйка Чайко» или «Как стать подологом?» Узнаем, что это такое. Тренером по педикюру, это мы слыхали. И моделью, тем более. Спикер Ольга Чайкирова, vk.com, chiko.perim. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Ольга, ну вот в нашей стране, как интернет пишет, сертифицированный подолог – это редкость. Раньше была такая специальность, как подиатрия, лечение заболевания стопы, но ее объединили с ортопедией. Так получается, подологов сейчас официально нет или они есть? На самом деле подология – это стык на грани медицины и профессионального педикюра. Сейчас, в данное время, нет обязательного требования, требования, чтобы было медицинское образование у специалиста. Основное требование – это прохождение профессиональных курсов, соответственно, подтверждение его диплома. Ну и потом уже в дальнейшем, естественно, свои практики. И чтобы назвать себя подологом, что нужно сделать? Какие курсы пройти? Пройти профессиональное обучение на подолога, то есть педикюр в сфере подологии, в сфере работы с проблемными ногами, ногтями, иметь некий навык, соответственно, работы, стаж работы и, соответственно, нарабатывать уже свою профессиональную деятельность в сфере подологии. То есть работают со сложными случаями. Как я понял, педикюр – это мы ногти на ногах красим, а подология – это уже когда ногти неправильно растут, их нужно что-то с ними делать? Да, это когда мы их лечим, восстанавливаем не только ногти, но и кожу стопы. Причем там есть смежные специальности, например, с плоскостопием связанные. Подолог плоскостопие вылечить не может, потому что оно как? Отправляем к ортопеду, специалист-ортопед, специалист-хирург. Мы обязательно в тандеме работаем с медиками, то есть с дополнительными профессионалами, которыми мы можем уже по узкому вопросу отправить клиентам. Мы все работаем в тандеме обязательно. А еще вот есть такое понятие ортониксия. Это специально направленный педологий, который занимается протезированием, исправлением как раз формы ногтей с помощью специальных скоб и пластин. Вы этим тоже занимаетесь, получается, да? Да, все верно. Ортониксия, она пришла на самом деле из стоматологии. Это ничего не придуманное, это уже годами проверенная методика. Используются те же материалы, что в стоматологии. И принцип работы действия, он одинаков почти, очень похож. Вот, Ольга, вы ведь еще модель победителя международных чемпионатов. Каких? Спортивных или все-таки связанных с вашей специальностью? Да, с педикюром и с маникюром. И с тренером. А я подумал, может, вы занимались еще спортивной гимнастикой? Нет, 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 нет. Чемпионаты проводятся в сфере маникюра и педикюра. И также мы их организовываем в Перми. Кстати, будет юбилейный чемпионат в 24-м году, в мае. Будем пятый год уже в Перми проводить для мастеров не только Перми и Пермского края. Вообще по всей России приезжают к нам участники. Здесь, в Перми, профессиональный чемпионат. Но у вас для вашего пермского, как сказать, брендинга, да? Вы там изображены, ведь на кресле сидите, ноги подняли кверху в сапогах. Да, 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 все верно. Вот, то есть, к ощущению, что вы, у меня тоже бывали героини, которые вот есть специальные спортивные танцы на шесте и так далее. Вы этим тоже, наверное, занимались, раз фигура такая. Я занимаюсь танцами, да, но это как мое хобби. Я занимаюсь стрипластикой, хай-хиллз. Но это не профессиональная деятельность. Да, вот как раз хай-хиллз, это там, где девушки танцуют в сапогах с высоким каблуком. На шесте тоже получается, да? Нет, это немножко другое направление. Это без пилон, это более такое, еще узкое другое направление. Оно бывает более спортивным. Вот там-то как раз проходит чемпионат. Это немножко другое направление. А вот в сапогах хай-хиллз, там как раз пятки не видно. Вот, получается. Там видно, бывает тоже. Там специализированные туфли, как мини-ботиночки. А, бывают только там пряжки одни только, да, и каблуки, да, и пятки видно? Да, да. Тоже такие варианты тоже бывают. Ну вот, где нужны здоровые пятки? Ну, конечно, понятно, что они в жизни нужны, но для каких танцев? Нам нужны в жизни, да, чтобы комфортно. Нет, а вот чтобы они совсем были красивые, они нужны для каких танцев? Например, йоговских, наверное. И на море ездить, и в бассейны ходить, и на фотосессиях участвовать, и вообще чувствовать себя красиво, уверенно и комфортно. Какие там возникают, что ли, проблемы на грани эстетики и медицины? Расскажите типичные у девушек. Проблемы у кого? У клиента? У клиента, да, связаны вот именно сейчас не с ногтями, а с пятками, с тастопой. Ну, это множество проблем можно перечислить. Начиная просто от дискомфорта, сухости, заканчивая проблематикой, заболеванием кожи. И там уже совсем, да, другие проблемы у нас возникают. С этим, которые не так быстро решить, которые требуют применения препаратов. То есть случаи бывают разные. От эстетики, что это просто некрасиво, неприятно и сухость, до различных проблем со здоровьем. Также внутри организма. А бывают еще какие-то проблемы, которые вот из-за них, например, девушка не может красиво ходить? Да, конечно. Она захотела стать моделью, а у нее там пятка не поворачивает. Плоскостопие, да, сильное. Халис вальвус на изменение пальчика. Тоже в обуви больно, неудобно, косточка болит. Да, встречаются такие проблемы. Ну, а раз вы сами модель, то, соответственно, вы знаете, как им помочь, да, этим моделям? Конечно, это работа огромная как клиента, так и мастера, так и дополнительных медиков, такого как ортопеда, хирурга, которые помогут кардинально решить эффективно данную проблему. То есть это не решается... А модель-то вы какая? Вы что показываете? Модель, я фотомодель, пунктная была раньше модель, это тоже у меня все было в рамках хобби. То есть я этим занимаюсь очень активно в студенческие годы. Сейчас я выбираю проекты, которые интересны мне, которые хотелось бы воплотить, попробовать. Я работаю с фотографием в данное время сейчас. А есть модели, я бы думала, может быть, модели, где действительно показывается там пятка, стопа, ну, не знаю, чулки, там что-то еще можно рекламировать, да, вот такие? Есть номинация в чемпионате по педикюру, плакат. То есть мастер делает фотографии ног, есть с эстетикой, есть просто пода для подологов, есть обработка до-после, и там фотографируются ножки до обработки и после, да. Или ножки, выполненные с ногтями, с дизайном каким-то, по какой-то тематике. И для ног, соответственно, организовывается целая фотосессия, отдельно только мы. И вам приходится мастер нанимать или вы сами уже научились? Я, конечно, это все умею. Выполняют это мастера, участвую я в чемпионате в данных номинациях. Я имею в виду, когда фотографируете, фотографируете работы. Фотографируем, да. У нас есть профессиональный фотограф, кто этим занимается. Который специализируется именно на пяточках, да, получается. По фотографиям. И на ногтях, да. Кто с какого ракурса сфотографирует, да, подсказать, что сделать. Есть отдельный фотограф. Там тоже, наверное, свои секреты. У меня разные бывали фотографы. Те, кто умеют фотографировать станки и целые цеха, а у вас пятки и ногти, надо тоже уметь. И что там важно показать? Да. Что там важно показать красиво? Там что оценивается? Эстетичность фотографии или все-таки по фотографии видно, как процедура проведена? По каким критериям? А сфотография заявлена. Есть, где оценивается образ в целом. Как выполнена работа? Какая атмосфера? Какой дизайн? Мастер придумал. Есть, где оценивается непосредственно работа, как специалиста-мастера в обработке. То есть оценивается результат до и после. Интересно, как вы сейчас сидите в таком красивом кабинетике у себя. Это где вы на Молодежной, да? Это отдаленный район Перми. Для тех, кто нас слушает из других городов. Интересно, ездят ли к вам из центра люди? Я вам больше скажу, ездят даже из других городов. Например, из Екатеринбурга у меня есть несколько клиентов. Ездят из центра, ездят из других районов. Потому что... Подологов раз-два и обчелся. Время до качественного обслуживания именно в этой сфере очень еще поискать профессионального мастера. Вообще на сегодняшний день по педикюру очень сложно найти. Поэтому эта область, она только развивается. И для мастеров по педикюру это непаханное поле просто сейчас. Но вы-то ведь не просто мастер педикюра, вы еще подолог, а это важнее в два раза. Да, это поле специализации. То есть мало хороших мастеров по педикюру, но еще меньше подологов. Я подумал, наверняка в штате нашего оперного есть подолог. Вы не узнавали? Вам интересно, кто там работает? Нет, не узнавала. Потому что каждый вечер балерины танцуют. Им нужен свой специалист. Ну там даже больше с хирургом нужно и с ортопедом. В первую очередь ходить, потому что у всех спортсменов проблема с ногами, со стопой. И они сами выбирают, да? Сами выбирают свой спорт, нежели здоровье детей. Но среди ваших клиентов есть, не знаю, балерины? Вот балерин нет, спортсменов много, медиков тоже питает. Балерин пока нет. Наверное, видимо, у них свой там все-таки есть какой-то внутри театра. Интересно, да. Потому что они же всю жизнь на этих кончиках пальцев. Попробуй, постой на них. Да, там деформация потом конкретная происходит. Очень валят суставы, пальчики. Ольга, как, расскажите, я всегда спрашиваю, мастера независимые, им же нужно всегда сделать свой кабинет красивым, да? То есть найти денег, как его сделать, там, выбрать эстетику всего этого. Найти, не знаю, партнеров, если, например, они не одни работают. Продвигать себя и так далее. Это целая отдельная профессия. Как у вас все это проходит? Какие испытания вы проходили? Чем интересно можете поделиться? Я шла маленькими шажочками, осваивала все сама. Конечно, вы можете нанять специальных людей, специалистов, кто занимается вашей рекламой, то есть таргетологи, дизайнеры, сделают ремонт, да, в кабинете и предложат вам дизайн-проекты. Я делала все сама, начиная от ремонта в своей студии, заканчивая продвижением соцсетя. Да, этот путь был тернист, очень сложен, но все получалось, потому что было всегда огромное желание и огромная любовь к своей деятельности и профессии. Помогает ли вам тот факт, что раз подолг – это довольно редкая профессия, да, сейчас, то, соответственно, вы на рынке одна, и вам легче клиента получать? Или все-таки там другое что-то еще работает? Ну, я бы не сказала, что я одна. Да, у нас в Перми есть хорошие подологи, специалисты, просто их намного меньше, чем просто мастеров, эстетистов. Вообще, в принципе, мастеров по педикюру, я повторюсь, очень мало, а из этих мастеров-подологов еще меньше, но они есть, и они развиваются, и результаты отлично. Ну вот вы, у меня первое, потому что за 4 года уже почти 1000 интервью, я же просею, во-первых, мне много рекомендуют, да, то есть большая часть рекомендаций. Сарафанное радио работает так же, как у вас. Во-вторых, я смотрю, где, какие конкурсы проходят, какие бизнес-формы проходят. Вот, и первый раз за 4 года вообще слово подолг. Я слыхал раньше его, да, сейчас увидел. То есть все-таки это помогает вам предлагать уникальное торговое предложение, наверное, да, а дальше уже ваш профессионализм. А расскажите, вот в вашем случае, все-таки, если что-то редкое, нужно ли открывать офис в центре, или как у вас, видимо, там живете, да, рядом, поэтому там и открыли офис. До центра ехать там час-полтора, да. Я скажу вам по секрету. Я прохожу государственную аккредитацию, и где-то, ну, через год, может, быстрее, я буду открывать школу в центре города. Куда добираться будет намного проще. Но в таких отдаленных маленьких райончиках города тоже ведь хочется качественных услуг, правда? Не всем хочется ехать в центр. А какие там еще плюсы? Может быть, аренда меньше, вот вашего кабинета, например, да? Я бы не сказала, что аренда бывает даже в наших районах выше, чем в центре, потому что здесь застраивается район меньше, чем центр, и, соответственно, офисных помещений тоже становится меньше. Кстати, на качественное тоже хорошее, выгодное помещение цена становится выше. Про продвижение. Вот вы сказали, что вы сами всему учились. Какие у вас личные фишки работают? Я всегда спрашиваю у каждого свои. Интересно, что у вас, кроме сарафанного радио, который у всех работает, если правильно, да? Если с душой работаешь, то люди к тебе потянутся. Рано или поздно. Ну, моя фишка, наверное, в том, что я к каждому клиенту отношусь очень тепло, бережно и вкладываю душу, довожу всех до результата, во всех переживаю. Ну и, соответственно, я всегда ищу какие-то новые решения, что новенького предлагает рынок, какая косметика эффективнее, комфортнее для работы, для клиента. Сейчас я нашла отличное решение, такое, как коллаген-педикюр. Я прошла обучение. Коллаген – это такая, как бы, современное вещество, она похожа на мазь, получается, да? Не совсем. Это современная космецевтика, натуральная формы, различные бывают, как крем, как гель, воск, то есть у них целая линейка. Просто она для профессионалов, работающих как раз-таки с проблемами, стоп, она очень быстро решает проблемы сухости, трещин, стимулирует выработку собственного коллагена, омолаживание кожи происходит за счет этого. То есть здесь более профессиональный подход. Коллаген, напомним, это, по-моему, белок, да, который внутри кожи. Да, да, все верно. Липидный слой, защитный, восстановленный. Который вот делает кожу такой мягкой. Улажненными, напитанным кожей. Не сухой. Утругой, да? Убирает сухость, лечит трещинки. Все верно, именно для этого. И также в работе профессионалов, специалистов, это делает качественнее более вашу работу, быстрее, меньше пыли. То есть преимуществ фишек здесь очень много. И это только начало, потому что дальше будет только развитие. У этой косметики появляются какие-то новинки, новые еще техники. То есть есть о чем рассказать и поделиться с мастерами. И когда вот мы новые материалы исследуем, там люди работают с брендами, или с одними, или с несколькими, и еще попутно продают разные материалы по уходу. А у вас как? Да, я тоже работала на разных брендах, поработала с разными фирмами. И для себя сейчас, говорю, открыла и выбрала коллаген-педикюр как основной вид и основную косметику, на чем я работаю и предлагаю также клиентам, да, соответственно, в домашний уход, чтобы эффективно поддерживать хорошее состояние стопи ногтей или что-то вылечить. То есть вы его на деле проверили, и он прекрасно работает. Поэтому, то есть, если вы какой-то поддерживаете новый материал, он обязательно практикой подтвержден вашей. Ольга, сформулируйте нашу тему сегодняшнюю. А как же стать подологом? Потому что специальность редкая, соответственно, например, кто-то услышит в других городах, скажет, я хочу, я буду одна-единственная у нас в городе, там, например, небольшом, 1, 2, 3. Просто прийти на обучение, подать заявку, обсудить проблематику, какую бы вы хотели, чему научиться, обсудить стаж ваш, вообще человеку, нужно мне понять, нужно ли этот человеку, не боится ли специалист работать с какими-то проблемными случаями, потому что не все возьмутся, не каждый мастер будет работать с проблемами. Главное, найти в себе желание, найти время и возможность. Все, прийти на курс, успешно его закончить, успешно отработать практику и сдать экзамен. Главное, не нужно иметь медицинское образование, потому что это практическая специальность. Да, пока не нужно, не регламентируется у нас это государством, но, конечно же, приветствуется. Еще многие мои героини поминали, Ольга, например, вот у многих женщин, например, в найм, которые хотят выйти после родов или там, не знаю, после развода часто, они думают, где взять деньги, а государство дает вот социальный контракт, там, 300 тысяч, 350 даже можно, хватит на открытие кабинета и всего угодно. Надо просто активно пользоваться возможностью. Пока дают, но там нужно отучиться. Сейчас очень много мастеров пользуются этой возможностью, это прекрасно. Раньше таких возможностей, когда я занималась в свое время... Вы сами все, да, копили? Конечно, такого раньше не было. Сейчас я знаю очень много мастеров, кто как раз-таки воспользовался социальным контрактом и прекрасно работает, и всем довольны. Вот когда откроете свою школу, вы обязательно про него рассказываете людям, да, чтобы они знали. Да, обязательно, конечно. Вот с нами сегодня была Ольга Чекирова, которая хозяйка Чико, или как стать подологом, тренером по педикюру и моделью, и открыть свою школу скоро в перспективе. Ольга, спасибо, удачи вам. Спасибо огромное вам. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова